Новые акции в поддержку участников СВО, выполнение профильных показателей и другие вопросы, требующие обсуждения. В Самарском медико-техническом лицее прошло расширенное совещание руководителей муниципальных образовательных учреждений с участием председателя Самарской городской думы Алексея Дегтева. Подробнее в нашем сюжете. Самарские школьники оказывают одну из самых активных поддержек участникам СВО. Они и пишут письма на фронт, и шлют рисунки и открытки для поддержания духа бойцов, и помогают делать свечи и маскировочные сети. Чтобы эта поддержка продолжалась также активно, председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев рассказал о предстоящих акциях под девизом «Своих не бросаем», который организовывает депутатский корпус директорам Самарских образовательных учреждений на профильном заседании. Вместе с членом общественного совета при думе Михаилом Чудаковым он презентовал литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс», где школьникам и студентам в музыкально-повествовательной форме рассказывают о целях и задачах СВО, о мужестве наших бойцов. По мнению председателя думы, именно через руководителей образовательных учреждений важно доносить необходимость поддержки бойцов. Патриотами, как показывает практика, не рождаются, ими становятся, и роль школы здесь просто заменить ничем нельзя. Семья, школы и ориентиры общих мероприятий общегородских, они очень важны. О предстоящих патриотических мероприятиях, а также других важных аспектах работы директоров школ, лицеев, гимназий говорили на расширенном совещании руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Обычно оно проходит каждую неделю по видеосвязи, но раз в месяц собираются в очном формате, чтобы проводить открытые дискуссии на сущных вопросах. Сегодня мы вынесли темы, которые требуют обсуждения, потому что онлайн-формат не всегда позволяет сделать в формате обсуждения, а сегодня у нас очный формат, и наши руководители смогут задать вопросы на любые темы интересующие и получить ответы. Также на встрече директоров школ наградили за особые достижения их учреждений в работе за 2023 год. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.